Дорогие зрители, сегодня мы обсудим с вами интересный вид спорта, такой как волейбол. А ведь все потому, что со 2 по 5 марта во дворце спорта 50 лет победы прошел чемпионат республики Саха по волейболу. И сегодня обязательно мы узнаем все подробности об организации данного чемпионата, об участниках и, конечно же, подведем итоги. Да, есть действительно замечательный повод поговорить об одном из самых популярных видов спорта у нас в республике. И для этого мы пригласили замечательных, интересных людей, собеседников. Давайте с ними познакомимся. Итак, ближе всех ко мне Владимир Ильич Чичигинаров, председатель федерации волейбола республики Саха-Якутия. Далее Мария Руслановна Глухарева, заслуженный тренер республики Саха-Якутия. Сегодня она является старшим тренером нашей республики среди девушек. И Айсен Эльфедий Форович Жирготов, старший тренер республики, сборной команды республики среди юношей. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и перед тем, как приступить непосредственно к беседе, давайте посмотрим небольшой сюжет, который подготовили наши корреспонденты. И узнаем все подробности о том, как же прошел чемпионат республики по волейболу. Смотрим. В трехдневном состязании сильнейшего волейбольного дивизиона республики участие приняли 8 мужских и 6 женских команд. Среди мужчин в финальной игре сошлись два явных фаворита турнира. Динамично прогрессирующая сборная Ленского района и действующий обладатель чемпионского звания коллектив Северо-Восточного федерального университета. Ранее эти команды уже трижды встречались в рамках финала чемпионата. В двух случаях победителями выходили студенты и один раз победу праздновали ленчане. Нынешнее противостояние этих команд началось под диктовку игроков Ленского района, которые без особого труда выиграли две первые партии 25-16, 25-21. Лишь в третьем отрезке матча сборная университета смогла найти свою игру и попыталась переломить ход встречи. Но игроки из Ленска своевременно обуздали напор студентов и вырвали победу в третьей партии, тем самым сравняв счет личных встреч и завоевав золото чемпионата республики. Ну выступили хорошо, в финал 3-0 выиграли, как бы все довольны, команда хорошо сыграла. На следующий год, думаю, тоже собраться, если никто, как бы травмы, у нас были травмы, просто много людей не ездило. Сейчас вот первый год собрались, все показали хороший результат. Думаю, на следующий год тоже приедем, постараемся в тройку войти точно. Сегодня, как следует, к сожалению, не настроились, и прием не пошел, и, соответственно, результат вышел вот таким. Надеюсь, в следующем году тоже встретимся, посмотрим. Мяч круглый, площадка ровная, как игра пойдет, никто не знает. Тройку лидеров среди мужчин замкнула команда Черепчинского района, которая в напряженном бронзовом финале по итогам четырех партий одолела амгинских волейболистов. Женская же сборная Заречного района традиционно выступила на высшем уровне. Представительницы амгинского района второй год к ряду взошли на первую ступень педестала. Второе место заняла команда Якутска, а на третьем месте турнир завершили студентки СВФУ. Задавайте ваши интересующие вас вопросы, и мы обязательно постараемся ответить на них. Да, и, конечно же, давайте приступим к разговору с нашими гостями. И я хотел бы, наверное, прежде всего поздравить Марию Руслановну с очередным званием чемпиона республики. Именно вы возглавляли женскую сборную амгинского улуса. Традиционно, конечно, у нас лучшие девушки в амгинском районе, самые лучшие волейболистки, скажем, в амгинском районе. Скажите, пожалуйста, как прошел чемпионат? Произошло ли то, чего вы ожидали? Может быть, были какие-то неожиданности? Насколько, в общем, удачным он получился? Ну, чемпионат прошел очень на высоком уровне. Среди женщин было 6 команд, должны были приехать 8, но по некоторым причинам команда Ленска и Нюрбинского улуса не смогли принять участие. Ну, вот тут надо, мне кажется, чуть-чуть добавить, потому что сильнейшие команды у нас разделены на две лиги, да? То есть, вторая лига играла еще в предыдущую неделю, а на прошлой неделе играли... Первая лига? Да, самый-самый сильный, да. Второй год. Ну, уровень такой, что 5 команд явных в афоритах не было. Они между собой очень напряженно играли, почти все игры были по 5 партий. Ну, на шестом месте стала команда Верхонебулийского улуса. Амгинская команда выиграла всех подряд, ну, более-менее спокойно, но была очень напряженная игра между городом Якутском и моей второй командой, Суфу-Университет. К сожалению, опыт победил. Со счетом 3-2 мы проиграли городу Якутску. Ясно. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, насколько вы как организатор, да, как глава федерации волейбола довольны? Довольны, да. Вот прошедшим сезоном, потому что мы уже можем говорить о том, что волейбольный сезон у нас подошел к концу, да, чемпионат республики как раз подводит итоги, да. Каков был этот год для волейбола? Я скажу вот чуть больше, да. Вы в вступлении сказали, что самый популярный – это у нас волейбол считается спорт номер один по массовости. 40 тысяч человек в республике занимаются волейболом, считая детей. Этот чемпионат мы оцениваем тоже на очень высоком уровне. Уровень волейбола республики, он с каждым годом растет. В этом году хотел бы мужской волейбол первой лиги отметить именно равную игру всех команд практически. И Ленский волейбол благодаря вот очень интенсивным тренировкам, подготовке под руководством тренера Юрия Александровича Шустова, вот они очень хорошо подготовились, они вот выиграли специально, вот готовились. Потом у них подрастает очень хорошая молодежь, тоже, которая вот тренируется у Юрия Александровича, они уже подросли, уже во взрослой команде играют. Поэтому мы считаем, что уровень… Единственное, вот хотел сказать, Чуропчинская команда тоже вот очень хорошо в этом году она играет, сезон завершили очень тоже на высоком уровне. А вот как раз-то в полуфинальной игре подвернул ногу вот третий, центровой игрок Филиппов, и вот из-за этого уже команда вот до конца полную силу не играла. А так они могли спокойно вот выйти в финал и очень тоже хорошо вот сыграть, я считаю. А команда СВФУ под руководством Феменов Васильевича Сабарайкина, она уже два года подряд до этого занимала первые места чемпионами. И вот они тоже хотели, но, видимо, может быть, чуть-чуть где-то вот так вот слабинку дали, я считаю, что они думали, что вот люди уже от других команд очень сильно подготовились. Все-таки когда чемпионы меняются, да, на следующий год… Конкуренция есть так серьезная. Да, финал будет еще интереснее, вернет ли, да. Хотел сказать, вот мы второй год уже вот проводим, разделили команды на две лиги, до этого вот проводили по вторую лигу, и вот чуть осветит, мне кажется, вот Айсен Эльфидифурович Жаркотов как раз сам принимал участие и стал чемпионом. Да, и стал чемпионом, да, действительно. Ну расскажите, пожалуйста, Айсен. Это один из, скажем… Темных лошадок. Да, одна из темных лошадок, этот «Намский Улуз» во второй лиге выиграли и мужчины, и женщины, да? Ну, скажем, с 2015 года открылась спортивная школа в «Намцах», за счет этого там собрались молодые тренеры, то есть мы с моей супругой Аиной, я собираю мужскую команду, она собирает женскую. Вот мы собрали таких молодых, ну, перспективных игроков, и вот за счет этого выиграли вторую лигу, можно сказать. В этой истории первый раз «Намцы» выиграли чемпионат республики. И в следующем году они уже будут играть, значит, в первой лиге, да? Хотелось бы отметить, что в второй лиге играли 13 мужских команд, это много, и 12 женских. По итогам там «Намцы» среди женских и мужских мы выиграли. Это радует. То есть скажите, пожалуйста, вы считаете, что все-таки это способствовало именно открытию этой школы, да? Да, да. Это самое главное, да, такое было? Да, можете чуть-чуть рассказать, да, вот действительно очень интересно, специализировано именно для волейбола детская и юническая спортивная школа. Ну, федерация, вот я выбран был 4 года назад, и мы отработали, и как раз 3 марта в рамках чемпионата республики первой лиги прошла отчетно-выборная конференция. И нас, вот Яков Семенович Сивцев, наш исполнительный директор федерации, избрали на второй срок. Вот, и как раз мы, когда вот были, уже вступили, как говорится, в работу федерации, приоритет выбрали именно детский волейбол. И буквально вот при поддержке Министерства спорта, в то время Акафонов, Владимир Васильевич тоже активно, вот Карачкова, Светлана Михайловна активно принимали участие. И Гуляев Михаил Дмитриевич, когда еще был министром, была открыта вот эта специализированная детская и юношеская республиканская школа по волейболу. И с тех пор это мы считаем однозначно, это хороший результат, вот то, что вот как раз-то под руководством сейчас, директором работает Семен Прокопьевич Ядрихинский. И мы очень тесно вот с ним тоже контактируем. И дети Азии вот как раз-то были на базе вот намской школы. То есть сборную там готовили, да? Да, да, да. Сейчас уже все юношеские сборы УТС проходят в Намцах, это однозначно база волейбола наша. Ну да, там замечательный зал, мы знаем прекрасно, что там прошли игры народов Якутии, да, и действительно вот это дало такой толчок, да? И это сразу видно по результатам команды, вот как раз чемпионат. Там все тренеры приезжие, вот поэтому не намские родом, а приезжие, я, например, Татинский, да. То есть новая кровь, новое движение, да? Все самые, наверное, сильные тренера там. Лучшие тренера собрать. И замечательно, что два первенства по двум возрастам проходят в Намском Лусе. Один в городе Якутске и два в городе Якутске. На конце марта, среди 2003-2004 года рождения пройдет вот именно у Айсена. Вот сегодня в городе Якутске проходит Кетер-мячик, тоже одна из таких серьезных соревнований вот среди школьников. Проводим пятый год уже. И огромное количество команд. Да, да, 47 команд приехало в этом году по трем возрастным категориям. Более 450 детей приехало и вот сражаются уже в пяти, да, в четырех площадках. То есть, это показатель того, что, в принципе, волейбол пропагандируется активно среди детей. 450 участников, мне кажется, это прям достаточно большое количество детей любят волейбол. Все-таки мы привыкли, видимо, к стереотипу того, что волейбол это больше такой вид, ну, как досуга, да, провождение, хобби, да. Но наличие вот такого большого количества спортсменов, юных, мне кажется, дает возможность думать о том, что волейбол у нас все впереди еще. И мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». И сегодня мы говорим о волейболе. Не забывайте о том, что мы работаем в прямом эфире. Если вы желаете принять участие и поговорить с нами, задать ваши вопросы, звоните к нам по номеру телефона 42 38 97. Да, и у нас гости хотят поговорить прежде всего, наверное, о детском спорте. Вы говорили о том, что действительно, когда вы пришли в федерацию, возглавили федерацию, решили о том, что все-таки надо самое большое внимание уделять действительно детям и развитию именно детского спорта. Насколько сейчас велики успехи в этом деле, да. Как мы поняли, есть у нас специализированная школа волейбола в Намцах, да, которая уже приносит свои плоды, которые уже появляются новые звездочки, да, у нас волейбольные, да. Что еще, да, можете рассказать, да. Есть ли соревнования, да, вот помимо Якутска, да, есть ли, не знаю, выезды? Если сказать о работе детско-специализированной детско-спортивной школы, значит, ближайшая задача, вот Семен Прокопьевич и Дрехинский ставят, это строительство интерната, чтобы собрать, отбор делать по всей республике, с Ленска там и тренеров пригласить, и так далее, того же Юрия Александровича Шустова, например, да, и собрать сборную, сборную, детскую сборную, именно на базе вот в Намцах. Вот для этого строительство интерната нужно. Ну, план уже запланировали, министерство спорта поддерживает, и, возможно, уже очень-очень-очень-возможно и откроется. Да, до этого года интернат этот откроется, и это будет хорошее подспорье для дальнейшего развития. На 35, по-моему, да? Для волейболистов 35 мест должно выделяться, в общем, 75 мест. А сколько сегодня у вас воспитанников, сколько ребят у вас тренируется? Например, у каждого тренера есть три группы, это группа начальной подготовки, и спортивная и здоровительная группа. Это с 3-го, 4-го класса набираем детей. В нашей школе занимаются 7 тренеров. Это 2 филиала города Нерингри, города Ленска, и 5 штатов находятся на Намцах. Отсюда возникает вопрос. Мария Русановна, наверное, по городу Якутску чуть расскажет, сколько, как работают, в каких центрах. Это тоже будет для тележрителей. Да, да. Вот, пожалуйста, вопрос для тележрителей. Где можно заниматься, вот хотя бы, пусть не профессиональным волейболом, но любительским? Вот с чего бы начать? И куда можно детей приводить? И, соответственно, про взрослых. Ну, у нас в городе есть Дюшша, Дюшша номер 5, там есть отделение волейбола. Дюшша номер 7, это в Стерхе, там тоже есть тренера. Еще Дюшша 2, тоже там тренер работает. И в Хатасах Дюшша 7, в Стерхе Дюшша 6. Вот 5 Дюшша можете... 50 лет у нас, где я работаю, там платные услуги. Там дети, если оплачивают, в любую группу заходят и тренируются. Те дети, которые хотят профессионально заниматься, могут обратиться в Дюшша. И даже по сей день идет набор. Желательно с младшего возраста, с младших классов. А для взрослых у нас, как вы знаете, по городу идет городская лига, где соревнуется очень много команд по четырем лигам. И кто хочет, может собрать свою команду, выставить в эти лиги, начиная с нижней, с третьей лиги. Полтинники у нас в Дворце спорта 50 лет победы. В вечернее время тоже есть платные услуги, где они могут спокойно оплатив, зайти и по трем площадкам заниматься волейболом. То есть волейбол доступен? Доступен, ага. Игроки из них арендуют спортзалы в школе или в какое-то учебное заведение. И могут скинуться и спокойно могут тренироваться. Ну да. Каждый раз, когда встречаешься с людьми, которые занимаются либо волейболом, либо мини-футболом, который тоже очень популярен, всегда стоит вопрос о том, что не хватает все-таки площадок. Потому что они просто даже играют до поздней ночи, чуть ли не ночью там играют постоянно. Это очень интересно. А в волейболе, как вы сказали, в городских лигах играют больше ста команд, насколько я знаю. Да, да, да. Больше ста команд, четыре лиги. Еще помимо этого есть студенческая лига, еще есть школьная лига. И представьте, сколько детей, сколько взрослых в течение года занимаются волейболом. Сейчас практически каждые выходные идут соревнования во многих залах. Дюсша-5, вот стерхи, практически без отдыха. И в течение зимы баталии на площадках. Владимир Ильич, а по вашему мнению, чем связана вот настолько вот эта популярность этого вида спорта? В чем может быть его какая-то изюминка? Или почему вот именно от мала до велика любят все волейбол? Волейбол, ну, Олимпиаду, вот финал Лондона же помните, да, видели же. Это мы считаем, ну и народ так считает. Ну, во-первых, я сказал, это самый массовый вид спорта. Спорт номер один по массовости. Он доступный, да. Именно в Якутии, да, и в России тоже самое. Он доступный, во-первых, во-вторых, очень зрелищный, азартный, захватывающий спорт. Это первое. Второе, он сплачивает именно командный дух. В отличие от других, того же футбола, да, тут без команды невозможно играть. Обязательно надо через пас, через связующего игрока. Это хорошая комбинация, нет, там может же один, как говорится, звезда может сделать результат. Ворот до ворота. А здесь невозможно. Тут обязательно команда, команда чувства, локтя, сыгранность. Это вот очень большую роль играет. Поэтому вот это мы считаем, что это, ну и так вот, да, зрелищный, захватывающий вид спорта. Да, на счет того, что это зрелищный вид спорта, да, с этим можно согласиться и хотелось бы узнать. Все финалы, вот, допустим, чемпионат республики, вот сколько народу приходят, смотрят, да, болеют. Игры народов, вот финальные игры тоже видели. Да, просто мест не было. В Намсах, да, да, вообще там столько крик стоял, да, свисток невозможно услышать. Да, а вот скажите, пожалуйста, для болельщиков, да, какие ближайшие соревнования планируются, какие самые зрелищные игры? Куда можно идти, посмотреть. Самые ближайшие, следующие выходные будет, у нас еще есть вот общественная организация «Сахава», ну мы все членами были этой «Сахавы», и она сегодня продолжает развиваться. И следующие выходные будет финал суперлиги «Сахава». То есть лучшие клубные команды, да, сильнейшие клубные команды будут там принимать участие. Там уже не полусома, а честная команда. Да, 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 клубные команды. Давайте проанонсируем, где, когда именно. С 17-го, 18-го марта. Три дня. Да, три дня. В Стерхе. В спортивном комплексе «Стерх». Все соревнования будут проходить. Да, да, да. Там две площадки, и там наравне будут играть и женщины, и мужчины. И мужчины, да. Можете приходить, болеть за свои любимые команды. Ну не обязательно болеть, возможно, кто-то сегодня эфир увидел и заинтересовался просто, насколько, вот как вы говорите, масштабные эти соревнования, и насколько они захватывающие. Поэтому приходим 17-го, 18-го марта в Стерх и наблюдаем за соревнованиями по волейболу. Да, действительно. Мария Руслановна, расскажите, пожалуйста, вот женский волейбол, да, он тоже у нас всегда был популярным, насколько он сейчас, скажем, да, популярен, насколько... Такова динамика. Да, динамика развития. Женский волейбол всегда популярный у нас в республике, потому что очень много в США работает с детьми, с девушками именно. И эти девушки уже подрастая, повышают уровень и играют во взрослый волейбол. В данный момент у нас сильные команды в городе Мирном, и школьницы тоже в первое место заняли в первенстве именно дюша города Мирного. Еще Усалданский Улус тоже постоянно в призерах, Чуропчинский Улус, Амгинский Улус, ну это естественно, традиционно. И сильные команды здесь у нас в городе Якутске под руководством Светланы Игоревни Муратовой. Единственная мастера спорта у нас в республике. И она сейчас тоже тренирует девушек. Она сейчас тренирует, работает в ДШ-5. Занимается с девушками. Да, замечательно. Можете, да, дорогие родители, можете обратиться в ДШ-5. Единственная, действительно, мастер спорта у нас СССР по волейболу даже, да? Есть также хорошие тренера у нас в ДШ-6 в Стерхе. Там три тренера работают, даже четыре тренера. И девочки, и мальчики. Можете туда отправлять детей. То есть тренерский состав у нас мы можем гордиться по праву, да? Ну раз есть хорошие тренера, значит, и будут у нас самые лучшие спортсмены, да? И следующие выходные наравне вот с суперфиналом Сахава будет первенство школьников среди 10-11 классов в городе Якутске. Там будет большой наплыв команд. Девушки будут играть в университете у нас. Юноши, ЕГСХ, спорткомплекс. Да, такой вопрос, да, тоже назрел. Самый главный все-таки старт у нас были игры «Дети Азии». Да, вот тогда было принято решение о том, чтобы играть в волейбол, так скажем, без легионеров. Наши воспитанники именно играли якутского волейбола. Скажите, пожалуйста, вот несмотря на то, что не попали в призы, да, может быть, даже такой цели не было, довольны ли вы результатами вот игры «Дети Азии», несмотря на то, что вот прошло много времени, но было время подумать. Мы считаем, что все-таки результат, мы довольны результатом. Почему? Потому что детско-спортивная школа в Атнамсах, она отработала всего год, да. Год – это практически не срок. Но, тем не менее, они вот подготовили и наравне играли со всеми регионами. А ведь играли же ведь чемпионы России. Дети приезжали, там, пирюзеры – чемпионы России. Вот уральская команда, там, новосибирская команда, они – дирижеры – чемпионы России. Представляете, и практически, ну, не хуже, а неплохо со всеми наравне играли. Мы считаем, это очень хорошее. Без легионеров, чисто вот из республики представителей. Вот поэтому сейчас уже готовимся к 2020 году в Монголии. Уже провели первый ТУС, детей собрали. Ну, общее количество там 18 человек пока что. И сейчас летом будем собирать лагерь и так далее. Тоже нам всегда будет лагерь? Да. И четыре года уже будем работать с этими детьми, чтобы такого результата не было. Чтобы попасть в призы, да? То есть уже подготовительная работа уже началась. Уже заранее, да? Три с половиной года – это хороший срок, можно сказать, цикл такой. И чтобы подготовить команду, время есть. Так настоящий олимпийский цикл, да? Четыре года практически. Этим детям мы планируем выезд на Дальний Восток и УТС на Свердловской области осенью. А вот, кстати, у нас времени совсем мало осталось, да? Практически минута осталась. Мы забыли рассказать вот про соглашение между федерациями Республики Саха-Якутия и Свердловской области, да? Буквально вот две недели назад приезжал политыка Алексей Владимирович, исполнитель и директор Федерации волейбола Свердловской области. Он сам тренер-преподаватель. И вот подписано соглашение между Федерацией волейбола Свердловской области и Республиканским управлением детского спорта. У нас завершается время, но вот наверняка все слышали о клубах, как «Уралочка», да? О одной из самых знаменитых школ России по волейболу. Я думаю, что и наша школа совсем скоро, да, с нашими замечательными тренерами, с нашими замечательными руководителями тоже. Итак, мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». И вторую часть нашей программы мы посвятим следующему спортивному мероприятию, которое только будет 13 марта. 13 марта в зале борьбы детской и юношеской спортивной школы номер 3 пройдет чемпионат Республики по борьбе с самбо в памяти спортивного журналиста и комментатора Вячеслава Гавриловича Степанова. Давайте познакомимся с нашими гостями. Да, добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Валерий Максимович Герасимов, председатель детско-юношеской ассоциации дзюдо и самбо «Ипон». И Прокопик Павлович Федоров, тренер по самбо, является он тренером Нюрбинского района, да, и призер, воспитал он не одного призера не только чемпионата Республики, но и России. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и расскажите, пожалуйста, в который раз проводится этот чемпионат, что мы ждем от него, какое количество участников заявлено? Значит, 16 лет тому назад в память спортивного журналиста и комментатора Вячеслава Степанова, детско-юношеская ассоциация дзюдо и самбо «Ипон» учредила вот такие соревнования. Три года этот чемпионат проводился как фестиваль самбо. Фестиваль самбо, потому что участвовали и маленькие дети, и взрослые, и ветераны борьбы самбо. В течение вот трех дней боролись тогда почти 400 участников. Это было очень массовое мероприятие в Республике, единственное. И вот в течение трех лет мы проводили вот такие массовые мероприятия, соревнования. И после истечения трех лет по решению спорткомитета начали проводиться, начал проводиться чемпионат Республики среди взрослых. Но он проводился как отборочный в марте месяце на чемпионат азиатской части России. Потому что наша Якутия и весь Дальний Восток до Урала мы относились к азиатской части России, где сильнейшие уже потом участвовали на чемпионате Азии. Но об этом, я думаю, позже расскажет наш друг из Дюрбет-трейдер Прокопий Павлович. Он частый участник был этих соревнований, возил команду. И вот благодаря вот этому чемпионату у нас и начали возрастать мастерство. Появились свои не только чемпионы Республики, но и Дальнего Востока, и призеры Азии, и даже чемпионы Европы. И можно сказать, что этот чемпионат Республики единственный, где присваивается звание кандидата мастера спорта. Поэтому многие знают, стремятся, чтобы завоевать вот это вот звание. Престижный чемпионат. Да. Расскажите, пожалуйста, про Копий Павлович. Я знаю, что вы каждый год тоже участвуете на нашем чемпионате, на чемпионате Республики, и причем успешно. Каковы планы на этот год? Сколько ребят привезли? Хорошо. Ну, я привез 10 участников. Ну, рассчитываем. Это секрет будет. Пока я не скажу, сколько там медалей забудет. А то не исполнится. Ну, задача стоит максимум. У нас, у меня ребята, они сейчас будем проверять молодых ребят. Состав очень молодой. Ну, у нас... Мы ежегодно выступаем на этом чемпионате Республики. Например, в прошлом году было у участников более 120 участников. В этом году тоже, надеемся, будет тоже такой же, да, наплыв спортсменов. И он... Вот... Спортсмены на это соревнование очень важное соревнование. Потому что вот после этого соревнования, некоторые вот тоже вот то, что сейчас сказал Валерий Максимович, да, вот некоторые отбираются, и они поедут прямо с корабля, как говорится, на бал, да, вот на Азиатскую часть России, где будут 17 марта, будут проходить в городе Улан-Удэ. В Бурятии, да. В Бурятии будут проходить. Это тоже там тройка с выполнением мастера спорта Российской Федерации. Ну вот благодаря, вот еще раз сказал, чемпионату Степанова, отбираются наши дети. И особенно вот больших показателей добилась у нас воспитанница Нюрбинской школы самбо, Люция Перцева. Яна Прокофь-Павловича, расскажет, как она участвовала, кого он возил, и как они добавились успехов. Вот наша команда, наша Республика, 2007 года уже выступает в этом соревновании, в данном соревновании, да. А в 2009 году Люция Перцева на Володя Стока заняла первое место. И вот в то время первые номера имели право выступать за команду сборной России на чемпионате Азии, на первенстве и на чемпионате Азии. И боролись там в трех возрастных категориях. Это юноши-девушки, и юниоры, и мужчины, и женщины. И также боевое самбо было. Это в 2009 году, то, что я сейчас заранее сказал. В Ташкенте. Да, это проходило в Ташкенте. И я впервые тоже поехал, мы поехали с Люцией, да. И принимал участие, я был удивлен, что это принималось в 25 стран с Азии. Да, очень много стран. Вот принимал участие. Много участников. Да, много участников. Было очень много участников. И имело право выступать из России только те спортсмены, которые заняли только первое место. Там только первые номера выступали. Право выступать в сборной России. И она заняла второе место. Это тем более в престижном, только в весовой категории. Плюс 75. Вот, да, да, девушка. Вот наша простая девушка, как говорится, с района. Да, вот в таком весе она заняла второе место. Выиграла за выход финала, она выиграла узбечку. Вот местную девушку, да, вот эту Ташкенту девушку. Она выиграла и проиграла в Казачке. Казачка проиграла. И это был для нас очень большой успех. Да, вот. Впервые, да, вот. И до нее, и до сегодняшнего времени нет у нас призеров Азии. По любому виду спорта нет. Нету. Она единственная. Единственная девушка, которая завоевала второе место. Да, вот. Удостоила серебряной медали первенства Азии по девушкам. Вот, Прокопий Павлович, тогда возникает отсюда вопрос. Как вы думаете, а с чем это связано? Почему все-таки у нас вот уже прошло по истечению столько... Вот лет прошло уже, да? Почему же нет у нас новых имен? Ну, у нас... Ну, Люция, она была, по девушкам она была третьим призером России. После девяти... В том же году она заняла третье место на России. И через два года она по юнеркам заняла тоже третье место. А сейчас она плодотворно, сейчас уже работает у нас с ВФУ тренером, да, вот, преподавателем. И надеемся, что у нас будут кадры. Новые имена появятся. Да, и вот, кстати, Алиса, да, вот на этом чемпионате Люция Перцева, она будет уже ответственным секретарем проведения чемпионата. И, кстати, о чемпионате вот Степанова можно еще подчеркнуть, что многие вот 16 лет назад, вот еще начинали, Прокофь Павлович еще сам боролся в Нюрбе, сейчас борются его воспитанники. И те дети, которые боролись на чемпионате, ну, уже как юноши, взрослые, многие, некоторые еще борются, а некоторые вот уже в качестве болельщиков будут посещать эти соревнования. И можно сказать, что этот чемпионат дает толчок в развитии нашего вида спорта и дает массовость и плюс мастерство. И вот благодаря этим соревнованиям наши дети добиваются, ну, можно сказать, звания мастера спорта. Особенно девушки, они выезжают, многие девушки учатся в Хабаровске. И вот буквально на наших глазах, вот за эти годы, вот три девочки из Хангаласского улуса, это Фраукова Мария, Соколова Надежда, Сувора Татьяна, выполнил норматив мастера спорта из Якутска Рима Ачирова. И еще подчеркну, на чемпионате, еще на фестивале маленькой боролась Настя Перетолчина из Алдана по самбо. Ну, на четвертых игр «Дети Азии» она стала чемпионкой Азии, а это азиатская, то есть... Азиатской части, да? Да, четвертых игр, международных спортивных игр «Дети Азии». После этого она сразу уехала в Санкт-Петербург, где стала чемпионкой России по самбо и чемпионкой Европы по молодежи по самбо. Поэтому, видите, это говорит о том, что вот наш такой чемпионат дает возможность развития, даже помощь где-то другим городам, где наших спортсменов принимает с удовольствием и они дают показатели. Да, Валерий Максимович, расскажите, пожалуйста, немного про историю этого чемпионата, да? Обычно чемпионаты по другим видам спорта, обычно они посвящены выдающимся спортсменам или организаторам, да? А вот, действительно, чемпионат республики по самбо, да? Почему именно носит имя памяти, да, Вячеслава Гавриловича Степанова? Тем более мы знаем, что вы являлись инициатором, по-моему, именно этой идеи. Непосредственно Валерий Максимович проявил вот интерес именно к спортивной журналистике. Да, это очень интересный вопрос, и многие до сих пор задают вопрос, наверное, остаются загадкой для многих. Почему именно Вячеслав Гаврилович, когда он освещал вольную борьбу, вплоть до чемпионатов Советского Союза, Олимпийских игр, освещал бокс и резко стал пропагандировать самбо. Ну, я сразу скажу, что мы с ним большие очень друзья, я еще работаю в типографии, начальником газетного цеха, он тогда работал корреспондентом в газете «Молодежь Якутии», часто вот приходил к нам в типографию, выпускал газету. И я обучался в это время, была при молодежке такая вот репортер для будущих журналистов отделения, я вот это закончил. И мы там очень хорошо с ним познакомились, много разговаривали, он очень коммуникабельный человек, очень много знал о спорте, поэтому такой очень интересный человек. Ну и постепенно, когда мы создали детскую мужскую ассоциацию дзюдо и самбо Япон, начал освещать наши вот эти соревнования, мы тогда проводили очень много соревнований по дзюдо, по самбо, он очень с интересом к новому относился, поэтому был как бы нашим рупором, наших вот это новых видов борьбы. А потом мы ему предложили войти в состав федерации дзюдо и самбо, тогда была совместная, и он с удовольствием вошел в состав федерации, буквально до последних дней он находился в нашем составе. Ну что, спасибо большое, дорогие юноши. Именно поэтому вы решили назвать чемпионат имени Вячеслава Степанова. Напоминаю вам о том, что 13 марта в зале борьбы детской и юношеской спортивной школы номер 3 пройдет чемпионат республики по самбо. Посетите, пожалуйста, его, посмотрите, все будет очень интересно. На этом время нашего эфира подходит к концу, не прощаемся, увидимся на следующей неделе. Да, всего хорошего, до свидания, занимайтесь спортом и будьте здоровы.